Доброе утро! Прошел месяц с нашего прошлого тура по огородам. Пора сделать новый для истории. Будем делать их раз в месяц, потому что за месяц многое изменилось в моем огороде. Спасибо всем, кто посмотрел мой прошлый тур. Это такой, знаете, очень специфический интерес, джижи и огороды. Но мне было очень интересно почитать и про ваши, поэтому спасибо за все ваши комментарии. И давайте перейдем сюда. Красота же, как умничка, зреет. Ныремый с удовольствием подъедает. Рада сообщить, что вся кубника, которую я рассаживала, благополучно прижилась. И та, которая была в воде, и та, которую я втукнула в землю, и все хорошо. Маленько. На подходе. Маленько. это клубника тоже сходит с ума накрыла ее от птичек рассмотрим сегодня подъезд помните я не знала что у меня с подсолнухами в комментариях предложили что я их чем-то отравила собственно так и было я брызгала сорняки вот тут и наверное зависла на подсолнухе поэтому я те которые самые полезные были выдернула посеяла по новой тоже кумичка растет на ней ягодки очень мелкие вкусные нас турция цветет кстати пожевали и листья очень похожи на редиску вот сам это вот это вот козявка это киев посмотрим что растет вообще или нет а вот здесь вот вместо редиски я и я подсела еще чуть-чуть морковки полазила вот почти все семена с лука я посорвала чтобы он не пересеялся так сильно как в прошлом году не выглядят маленько лысовато это чисто для красоты и пчелок привлекать укроп у меня тут везде деревья этого крупа не обрывая с него семена чтобы он продолжал куститься они сеются посмотрим я подруга подержусь я и укроп это моя мята которая судя по всему растет для красоты мы практически не едим но она очень здорово пахнет я покажу почему и считают сорняком так вот эти надо расползается все стороны у нее ножки лезут мне какой без разницы потому что я в этом буду перекапывать секунду все менять мяту обрежу насколько мне надо будет и на бодрости отдельно следующем году здесь у нас сладкая картошка пошла наконец-то в рост когда потеплела у нее такие красивые листья жалко что она вообще-то не цепляется я поставила эту штуку чисто чтобы стоять поднять вот так вот держать на сама она не цепляется по земле ползти чем собственно и занимается это у нас новый товарищ белый баклажан у которого там первый цветочек был и не знаю завязался ли там похоже завязался там баклажан и вот еще цветет это дыня ханидю местная такая я значится не удержалась и все-таки посадила себе дыню на тоже себе неплохо растет посмотрим сколько она займет в итоге здесь у меня лук который это прорежая с того конца прорежая там укрепли кредит но побольше здесь не прорежаю он помельче на потри спирь продергать чеснок растет ну так себе посмотрим что из этого выйдет теперь здесь кукуруза выглядит как положено конечно на тех огородах у некоторых людей кукуруза выглядит покрепче но вот это считается такой приемлемый вариант но и огурцы наконец начали расти это те которые я посеяла здесь и семечек они прям чувствуют себя прекрасно вот это то что должно было быть маками на счет а мне на на маке не похоже я фотку что вставлю с открытым цветочком еще рано утром они закрыты все там у нас морковка огурцы с чем я столько огурцов оставила непонятно но тем не менее растут посмотрим заполонят скорее всего все это вот бедные баклажаны которые сидят сзади за этими огурцами они вечно сидят в тени им чуть-чуть повезло потому что здесь у соседних деревьев поэтому уход солнца достается с той стороны но с этой стороны явно ничего здесь у нас тоже надо будет пособирать сегодня вот а само растение уже меня переросло так есть у нас горошек горошка у нас много он вкусный растет нормально я вот здесь вот натянула ему сеточку чтобы было к чему цепляться потому что этот товарищ пытается зацепиться за все что видит или в следующем может дотянуться на тех у меня сетка даже пошире и повыше но здесь уже конструкция не получилось так что вот так есть вот тоже горошек с той стороны морковка моя морковка там кстати есть я значит ее периодически подкапываю так чисто посмотреть что происходит и есть морковка надо только ее полить и земля суховатая зацените размер листов у этой настурции которая пришлось вылазить из морковки я вот здесь вот одну уже выдернула потому что ну очень они мешали друг другу на цена собственно лежит вот наверное это скоро выдерну синенькие в смысле баклажаны которые так прикольно на ночь закрываются потом так пуф и раскрывается на один перчик он там пытается цвести это моя вторая попытка вырастить салаты ларис по местному в этот раз я посадила специально тот который должен дать головку а не просто листья посмотрим как он себя поведет еще эти цветочки эти цветочки на самом деле очень сильно разрастаются а так они оказались вообще какие-то не такие как я ожидала то скорее всего я их через пару недель вытерну чтобы они не мешали всему остальному расти еще укроп еще горох вот и вот здесь вот у меня в орлех огурец я купила его в теплице на распродаже на последние дни он был большой красивый нарос в теплице поэтому когда я его высадила вот сюда на улицу ему и дать было сильно много солнца воды ему должно быть достаточно я его поливаю два раза в день но ему было сильно много солнца потом все листья вот где обошлись я его в итоге накрыла естественно он создает теперь тень некоторую часть дня для остальных товарищей но их хорошо светит солнце с другой стороны поэтому они не страдают а самому растению конечно тяжко ну огурцы висят что-то он сбрасывает много мужа с него собрали посмотрим оклемается или нет он висит здесь всего неделю поэтому подождем так здесь в заросле укропа который я тоже буду сегодня выдергивать всем дуку считают икру из баклажан и надо выдергивать этот укроп он тут реально мешает расти перцу тоже цветет красавчик теперь как будем так показать все эти помидоры лес мой помидор как то так это все выглядит вот это одна черри которые я почему то думала будут маленьким кустиком но они явно решили по-своему черри на них завязывается конечно и куст из него вышел огромный это вот сорт который монетопа радостные такие кусты листья у них у всех прям вообще сточки тонющие размер листьев этих помидоров конечно впечатляет это опять настурция которая скоро она будет выдержать и вот это вот еще монетопа они огромные очень красивые и вот там вот помидоры завязываются на всех этих кустиках ну в роликах должен был быть ранний сорт согласно описанию но что то он завязывается позже чем у остальных у остальных помидоров потому что вот здесь вот у меня допустим висят уже вот такие красавцы вот высокие птики тут вот завязываются помидоры везде здесь вообще лист все один лист иногда вот завязываются помидоры я конечно стараюсь вот этих товарищей вести в один степель но не получается не на всех получилось заценить что происходит цветы 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 да помидоры не знаю что это вообще такое потому что как вы помните я купила без подписи но помидором явно хорошо именно есть один красавчик покажу это вот обычные вот это вот один ствол там как-то размножился резко пока меня не было за два дня и уже не стала обрывать вот вот это вот самые маленькие помидорчики ведь он даже до первой планки не дорос но вот помидора зависело и вот второй этаж пошел ну он растет поэтому я не пришиваю опять же листе у него как по-моему большой метр длиной вот этот товарищ которому я обломала голову однажды блин опять кто-то обломал ему голову когда это вообще случилось значит сказать хотела блин обломала ему голову и он вырастил его прямо вот из цветочной кисти а второе растение из из корня не опустил судя по всему эту цветочную кисть кто-то уже сломал ну и вообще помидоры у него видите пострадавшие я не знаю они изначально были не особенно такие самые некрасивые здесь но вот зато он растет второй стебель посмотрим как он с этим справится вот у меня еще сладкая картошка которую погрыз кролик в какой-то момент видите там стебли без листиков но она отрастает не так бодро конечно другая но все-таки растет посмотрим что из этого выйдет в эту настурцию надо будет выдернуть потому что она заслоняет солнце для картошки порезать ее в салаты на том успокоиться больше я конечно так много ее сажать не буду я что-то думала она не росла не росла а потом как погнала теперь у меня в этой настурции все все точно так же как в этих псевдо маках да они тоже как-то так вяаленько вяаленько пошли а потом иметь в них все надо ладно я вам кстати показала какого размера листил меня на огурцы на огурцы для масштаба да вот такой конечно короче я тут сижу и медитирую на огурцы по вечерам еще у меня здесь осталась картошка картошка в отличие от второго огорода вообще что цвести не хочет хотя ботва у нее очень радостная цветочки вот здесь вроде есть и конечно жуки ее не жрут поэтому посмотрим может так сказать цветет ну и клематис растет отлично в этом углу но пока тоже не цветет не знаю в чем дело ой только корни его прикрыла и вот так сырняк надо поводер цветов пока не видно и так что у нас происходит в этом огороде картошка цветет каждый день я прихожу собирать с нее колорадского жука сегодня я уже была поэтому так прям сразу глаза не бросаю а вот один есть надо большинство товарищей собрать но сейчас уже очень много бебичек конечно а вот еще один есть но скажем так не все очень не все так плохо кусты как вы видите цветут и достаточно бодрые поэтому с жуками мы благополучно справляемся помогает то что у меня немного кустов а товарищи помидоры живут здесь своей жизнью я сейчас приехала их подвязать потому что им это надо но тем не менее растут они тоже достаточно бодро вот этот который найден был на помойке на нем помидоров нету насколько я могу увидеть зато вот эти товарищи которые были посажены культурно на них вот и цветов много и помидоры завязались и так собственно на всех кустах здесь но они тут живут совершенно своей жизнью я их вообще не обрываю ни пасынки не пытаюсь как-то повлиять на происходящее сейчас только подвяжу чтобы было против ветра удобнее настоящее ну и все там еще тоже два диких помидора тоже непонятно какой-то у них свой рост какой-то загадочный кукуруза растет конечно не так бодро как например вот это у соседа и я не знаю в чем дело ну растет и растет ладно то же самое вот здесь вот с цукини на нем на самом деле уже есть маленькие цукини вот но в целом растение не такое бодрое как допустим соседское вон там или даже здесь но меня это не удивляет потому что мой голополучно скончался от заморозка полностью отрастал с нуля там и такой зверь цукини ну ну и ладно растет и растет в общем и целом пока меня все устраивает но пора совершить некоторую работу а сорняки вот кого значит они беспокоят я их приходила и выдергивала на прошлой неделе но я надела что они растут ну и они меня все так же не напрягают как бы я их еще подергаю когда время будет но сейчас времени нет на этом все всем спасибо за внимание ищь нам пора на работу а кому-то пора няне да? мам я пойду в школу в школу пойдешь да увидимся в своем следующем видео пока-пока пока-пока Продолжение следует...